Когда появится вода, этот вопрос жители села Холодные Ключи неоднократно задавали чиновникам разных уровней. Дело в том, что уже три недели люди живут без воды. Все подробности в рубрике «Срок ответа сегодня». Последние три недели стирка, мытье посуды и приготовление пищи стали не просто обычными делами для жителей села. Чтобы хоть как-то организовать свой быт, людям нужно приложить максимум усилий. Вести хозяйство стало практически невозможно. Воды в достаточном количестве нет ни для того, чтобы напоить скот, ни для полива огорода. Картошку не посадили, потому что поливать надо из картошки, а где воды нет. Тыку посадила и та не взошла. По капельке собираем в емкости и потом начинаем делить. Делешь кружечку в одну луночку, другую кружечку в другую. Все сохнет. Некоторые жители стараются полить огород ночью. Ведь когда большинство людей спит, напор хоть немного увеличивается. Правда, этого не всегда достаточно. Люди набирают воду во все емкости. Елизавета Волкова рассказала, что воду в бочках держат как неприкосновенный запас. Погода стоит жаркая, люди боятся пожара. Вода в домах хоть иногда и появляется, но течет буквально в постройке. Жители добывают воду кто как может. Некоторые в поисках живительной влаги едут за несколько километров. Питьевую воду мы берем на родники ездим в Черноличье. А больше здесь у нас взять негде. Были родники здесь, но они все уже затянули силу. Вода сейчас идет на ура минералка. Мы не успеваем ее завозить. В день может быть и по пять, и по шесть упаковок уходить. Валерия Ярцева многодетная мать. Младшему сыну Мишу всего девятый месяц. Для нее радость материнства превратилась в настоящее испытание. Набираем воду для того, чтобы искупать, постирать пеленки. И машинки не стирать, потому что нет давления. Сейчас наберем к вечеру, если значит, искупаем, постираем. Значит, дети будут чистые и в чистых штанах. Люди обращались за помощью и в местную администрацию, и в Оренбург-Водоканал. Но, к сожалению, напор в кране от этого сильнее не стал. Звонили в постсовет. Сказали, что оказывается у нас сломался насос. Насос сломался. Я говорю, прошло уже две недели. И мы сидим без воды. За ответом главе местной администрации пришлось ехать в соседний поселок. Александр Кириллов заявил, что жители с жалобами к нему не обращались. Чиновник уверял, что решением вопроса он занимается. Только как именно объяснить не смог. Но он назвал сроки устранения проблемы. Водоснабжение идет через Газпромовскую организацию, ЛПУ. У них там сейчас производят ремонт обратного клапана. Я думаю, ближайший вопрос отрешится. В ближайшее время это какое? Ну, сегодня. Мы связались с сотрудниками водоканала. Они подтвердили эту информацию. Сегодня в обед в домах вода появилась. Но буквально перед выпуском жители перезвонили нам и сообщили, что она вновь исчезла. Субтитры создавал DimaTorzok